Привет, друзья! Сегодня хочу поговорить о том, из каких материалов сделать волосы для куклы. Кукол я делаю текстильных. Вот такие крупные экземпляры, в которых 50-60 сантиметров у меня бывают достаточно редко. В основном у меня куклы вот с такими сейчас головушками. Видите, она раза в три, наверное, поменьше или в четыре. Кукла получается меньше 20 сантиметров. Поэтому материалы для волос этих кукол нужны разные. Я сейчас расскажу, какие материалы я применяю. Для больших кукол идеальными будут волосы искусственные. Искусственные волосы для кукол продаются на таком вот трессе. Что такое тресс? Это когда волосинки сшиваются на специальной машине в такую вот ленту, которую можно приклеивать либо пришивать к голове куклы. Такие трессы продаются в кукольных магазинах, на алиэкспрессе, на метраж. Единственное, что нужно смотреть, чтобы такие волосы слишком сильно не блестели. И смотреть фактуру. Более тонкие волосы, чем искусственные, называются каникалон и продаются в магазинах для парикмахеров. Но вот такие кукольные волосы купить гораздо легче. Они продаются либо трессами, либо вы можете купить, скажем, вот такой вот шиньончик какой-то, да, распороть его на трессе, потому что он тоже соединяется такими же нитками, просто потом нашивается на основу. То есть вы можете купить любой парик кукольный, человечий, распороть его на трессике и будет у вас волос для куклы. Единственное, что для маленькой куклы такой волос, он несколько жестковат может быть и будет топорщиться. Поэтому для маленькой куклы я беру более мягкие материалы для волос. Что обычно применяют начинающие кукольники? Чаще всего и проще всего применяется шерсть для валяния. Шерсть для валяния бывает разной совершенно по качеству. Для начала вы можете взять ту, которая есть в магазине, подходит вам по цвету. Шерсть для валяния вычесывается специально машина в такую вот ленту. Это называется гребенная лента. И здесь волосинки, они такие длинные, как эта лента, они более короткие. Просто их вот таким образом укладывает машина, чтобы было удобно пользоваться. Для того, чтобы сделать волосы куклы, вы отрываете, вот так вытягиваете нужные длины кусочек и приваливаете с помощью специальной иглы для валяния к голове куклы. Кукла текстильная. Ворсинки этой шерсти для валяния проходят внутрь головы и скрепляются с ворсинками наполнителя и достаточно крепкое крепление получается. Единственное, что вот шерсть для валяния, она может пылиться со временем и теряет товарный вид. Поэтому не всегда это оправдано использовать такую шерсть для валяния. Но, допустим, если вы делаете куклу с буклями какими-то, такой средневековой прической, то, насколько вы помните из исторических фильмов, раньше были в ходу припудренные парики, и тогда шерсть для валяния будет идеальна. Распущенными волосы оставлять из шерсти для валяния не стоит. Их нужно укладывать в шишечки, либо заплетать косы. Тогда она будет хорошо смотреться. А в распущенном виде она быстро теряет внешний вид. Также в магазинах для валяния можно найти искусственное волокно для валяния. Раньше я покупала вискозу. Вискоза очень хорошо смотрелась. Она блестела, как натуральный волос. Но потом ее, видимо, сняли с производства, потому что ее не стало. Вот это вот акрил. Нужно смотреть, где по составу, что написано. Здесь стопроцентный акрил. Вот если я открою эту пачку, то будет вот еще больше, чем вот эта вот куча. Дело в том, что акрил очень объемный. Его очень сложно укоротить. Но именно для всяких разных шишечек, когда вы очень крепко сворачиваете волос, поливаете все это потом лаком для волос, оно будет хорошо. Потому что акриловое волокно, оно блестит, в отличие от шерсти. Шерсть она матовая полностью. А вот акрил вы можете уложить или вискозу, если найдете, в красивые прически. То есть вы вот так укладываете, все закрепляете, либо заплетаете крепкие косы, и у вас получается красивая прическа. Далее у меня тут лежит волос козы на шкурке. Я знаю, что некоторые мастера шьют прямо из шкурки парики, но они получаются очень густые чаще всего. И поэтому лучше всего, если вы купили козий волос, его срезать со шкурки, либо купить уже срезанный, окрашенный волос, и прядки вот эти вот сшить в тресс, и потом этот тресс наклеивать или пришивать к голове куклы, так же, как мы говорили об искусственном трессе. Единственное, что вот эти вот волосы, они натуральные, они более тонкие, они подходят для очень маленьких кукол, будут смотреться естественно. Но повозиться приходится, если вы покупаете некрашеную козочку, остриженную, то приходится ее промывать, окрашивать и вычесывать. Достаточно большие потери, но я считаю, что мое время стоит дороже, чем вычесывание этого, и мне не понравилось. Однажды я покупала овечьи кудри неокрашенные, вот у меня остались кудри, которые я сама промывала, и их еще не окрасила, но, честно, больше не возьмусь. Времени на это уходит много, потому что их нужно мыть не в одной воде, со всякими разными средствами, вычесывать их, и результат все равно далек от идеального, хотя вот это вот очень хорошие, насколько я понимаю, овечьи кудряшки, они сохранили блеск, они сохранили структуру, их можно вычесывать. Но когда совсем будет нечего делать, я, наверное, покрашу эти волосы и использую их для какой-то куклы. Вместо этого я сейчас стала покупать окрашенные кудри для кукол. Кудри, они бывают разные по внешнему виду, и это зависит от породы овечки, с которой эти кудри состригли. Вот эти вот тоненькие кудри, это у нас English Lester называется, порода овечек, они вот такие мелкие кудряшки, но их достаточно сложно найти хорошего качества, окрашенные и вымытые. Я до сих пор для себя не нашла продавца, который продает качественно окрашенные мелкие овечьи кудри. Вот я сейчас купила кудри, во-первых, у них неравномерное окрашивание разнооттеночное, и это накладывает определенные ограничения. Во-вторых, вот прядка, да, у нее часть заваленная вот здесь вот, и вот такую прядку, допустим, я смогу использовать только на нижнюю часть прически, на пробор она уже не пойдет, и достаточно много мусора встречается, но хотя это не худший вариант. Худший вариант, я вот покупала вот такие вот кудри, к сожалению, отсюда можно процентов 10 всего использовать, все остальное на выброс, потому что вот вроде мастер старался, и некоторые прядки сохранили свою структуру, но очень много вот таких вот прядок, которые непонятно как распушены, сваленные, структуры нет, и восстановить эти прядки я просто не представляю как. Мне их нужно тогда полностью промывать, окрашивать по новой и формировать кудряшки вручную, но как бы я не готова на это, есть другие кудри, поэтому эти кудри у меня лежат, просто выкинутые деньги. Вот, что еще могу показать, какие кудри. Вот это кудри породы Lincoln Long Wool, они более крупные по структуре, сама кудряшка более крупная. Кудри, в принципе, неплохие, у этого мастера я покупала, но как бы немножко завален вверх, но ничего страшного, в принципе, но сама овечка, видимо, такой породы, что не очень сильно блестит волокно. Может быть, эта краска была не совсем удачная, но тем не менее, я эти кудри применяю, и они мне нравятся, устраивают по качеству. Есть еще у меня вот такие вот кудри, тоже Long Wool это пород, но она, как бы, видите, более мелкая, это от молодых овечек кудряшки, и они более качественно прочесаны, окрашены, уложены волосок к волоску, но это самый дорогой вариант из всех кудрей, которые я покупала, и все-таки хочется более недорогие кудри найти, но чтобы они были качественные, но тем не менее, я периодически ищу новые варианты. Покупаю кудри я всегда на ярмарке мастеров, смотрю по внешнему виду фотографий, смотрю по отзывам, если отзывов хороших много, тогда я покупаю. Если отзывов нету, к сожалению, с начинающими мастерами пару раз я связывалась, и мой вывод такой, что лучше не работать, пока люди не научились сами работать с кудрями. Что еще можно применить для куклы? Есть вариант для текстильной куклы, мне кажется, очень подходящий, это нитяные волосы. Вот это волосы из ниток для вязания. Обычная нитка выглядит вот так. Если вы хотите сделать кудряшки, нитку раскручиваете, расправляете ее пальцами иголкой, у вас получаются кудри. Но достаточно много времени это занимает. Вот такую кудрю сохраняет хорошо пряжа с акрилом в составе. Если вы хотите сделать вот именно такие волосы, я еще советую вам просто прийти в магазин и раскручивать хвостики у пряжи, посмотреть, как она выглядит в итоге. Вообще сама нитка, если не толстая, то можно из такой нитки сделать трес на машинке и спокойно ее использовать. Либо еще из ниток делают парички, когда вяжется шапочка крючком, а потом прикрепляются туда отдельные ниточки. И такие куклы могут быть игровыми для маленьких детей, потому что держатся крепко и очень сами по себе неизнашиваемые волосы по сравнению с овечьими кудряшками, с которыми нужно обращаться достаточно нежно и аккуратно. И для детей подходит. И, кстати, вот еще одна у меня штучка есть. Очень красиво смотрится, есть блеск, такие вот льняные волосы. Это пакля сантехническая, отбеленная, промытая. Но, к сожалению, для маленьких кукол она не подходит. Я думаю, что такая будет пакля подходить для твердой куклы, слепленная из глины. Если эта кукла достаточно крупная, сантиметров 60 хотя бы, потому что вот эти волосы, они вот так-то порчатся, их достаточно сложно уложить. И их нужно полить лаком будет, укрепить в какую-то прическу. Распущенными их тоже оставлять, наверное, не стоит. В общем, они у меня помытые, ждут лучших времен, когда же я начну, наконец, лепить. И последнее, что я хочу сказать. Волосы, они различаются по структуре. Вам нужно попробовать те волосы, с которыми вам удобнее всего работать. Посмотреть, что для вас важно. Если вы хотите, чтобы у куклы прическа менялась, то вам лучше брать волосы из искусственного волокна, либо козьи волосы. То, что делается тресами, то, что легко прочесывается. Если вы делаете стационарную прическу из букль, из кудрей, то вам можно обойтись шерстью для валяния, либо каким-то акриловым вискозным волокном. Если вы делаете какие-то хвостики, косички, то, что не предполагается расчесывать, даже распущенные волосы, то можно брать спокойно овечьи кудри, приваливать их к голове куклы, и будет красивая кукла с естественными волосами. Но расчесывать овечьи кудри не стоит, потому что они превращаются в облако, которое без воды не укоротить. А текстильную куклу мочить не стоит. Вот. В принципе, это все, что я могу рассказать вам про волосы. Если вам будет полезна эта информация, я буду...